Всем привет! В природных условиях коридора сыворобей встречаются в водоемах Бразилии и Парагвая. Рыбки отличаются своим маленьким размером, около 3 см в длину. Плавают они стайкой и подходят для содержания в относительно небольшом, густо засаженном растениями аквариуме. Рыбки активны в течение всего дня, а в остальное время отдыхают на листьях растений в нижней части аквариума. Содержать их можно в общем аквариуме с миролюбивыми рыбками. Коридоросы карликовые имеют слегка вытянутое тело с уплощенными боками, на которых располагаются два ряда костных пластинок. На голове, возле рта, сверху и снизу имеется по паре небольших усов. Грудной плавник в виде луча, который, кстати, очень острый. Самцы стройнее и меньше самок. Кроме того, у них спинной плавник имеет заостренную форму, в отличие от самки, у которой он имеет округлую форму. Как и все семейства калихтовых самов, коридоросы воробей наряду с жаберным дыханием имеют и кишечное. В связи с этим им необходимо обеспечить свободное от растений пространство на поверхности воды, для того, чтобы они могли сделать глоток свежего воздуха. Аквариум должен содержать большое количество укрытий в виде камней, коряк и гротов, где рыбки любят прятаться и отдыхать. Будет очень хорошо, если в аквариуме имеется несколько растений с широкими листьями. Они будут идеальным местом для отдыха рыб. В качестве грунта желательно применять песок или мелкий гравий. Необходимо следить, чтобы в аквариуме не было острых предметов, потому что рыбы весь день роются в грунте в поисках корма и могут повредить себе рот или усики. Вода в аквариуме должна удовлетворять следующим требованиям. Температура 24, жесткость 10, кислотность 7. Питаются рыбки любым кормом. Чтобы сохранить рыб в надлежащей форме, необходимо кормить их разнообразными кормами. Особенно рекомендуются водные беспозвоночные, такие как дафнии и личинки комаров. Половая зрелость у рыб наступает к 8-месячному возрасту. Признаком того, что самка готова к нересту, является выгнутый профиль брюшка, который в обычных условиях прямой. В качестве нерестова выбирается аквариум объемом не менее 10 литров. Уровень воды в аквариуме должен находиться на отметке около 15 см. Уровень аэрации в аквариуме должен быть минимальным. Следует поместить в него кустик какого-либо растения с широкими листьями. Стимулом к началу нереста является постепенное повышение температуры воды до 27 градусов и ежедневная ее подмена части объема. Перед нерестом производителей в течение недели держат в разных аквариумах и обильно кормят. На нерест сажают группу рыб, исходя из соотношения 6 самцов и 3 самки. В процессе нереста самцы начинают преследовать самок, гоняя их по всему аквариуму. Затем один из них становится перед головой самки и спускает облако молоки. В это же время самка выметывает несколько икринок в прижатые к брюшку грудные плавники и в таком виде проплывает через данное облако. Затем она прикрепляет икру, которая очень липкая, к какому-либо предмету, боковое стекло аквариума, камень, лист растения или ямка в грунте. Процесс икрометания может занять 3 дня, в зависимости от здоровья рыб. Для того, чтобы в процессе нерестопроизводители не ели свою икру, их необходимо кормить трубочником или мелким мотылем. Сразу после нерестопроизводителей удаляют из нерестового аквариума. Икра инкубируется в течение 7 дней, а еще через 3 дня мальки начинают плавать и искать корм. В этот период их кормят живой пылью, халавратками и циклопами. Продолжительность жизни карликовых сомиков в аквариумных условиях до 10 лет. Всем спасибо за просмотр.